Великий князь Николай Николаевич Старший 1831, 13 апреля 1891 года, третий сын императора Николая I Александры Федоровны, генерал-фельдмаршал, первый владелец Николаевского дворца в Петербурге, в семье имя прозвище «Дядя Низи». Биография образования получил согласно требованиям военной карьеры. В отличие от брата Константина, Николая изначально готовили к армийской службе. Воспитателем великого князя был генерал Айфилософов, в возрасте 8 лет был зачислен в первый кадетский корпус. Воспитание Николая велось в весьма жастких условиях, это сформировало в нем такие черты, как настойчивость, исполнительность, дисциплинированность. Военная стезя явно увлекла его, особенно же он интересовался инженерным делом. Николай Николаевич всю жизнь посвятил военной карьере, прошел путь от звания капитана до генерал-фельдмаршала русской армии. С самого рождения великий князь был записан в Лейбгвардии саперный батальон. 27 июля 1831 года стал шефом Лейбгвардии Уланского полка, которым являлся до своей смерти. В 1843 и 1844 году вместе со своими братьями Константином и Михаилом проходил практику на люгере Араньенбаум, выходя в Финский залив. Военную службу начал в 1851 году в Лейбгвардии Конном полку. В 1852 году в чине генерал-майора Великий князь был назначен генерал-инспектором по инженерной части, а также командиром бригады 1-й легкой гвардейской кавалерийской дивизии. В дальнейшем вся военная деятельность Николая Николаевича была связана с преустройством вооруженных сил Российской империи, особенно в области инженерного дела и кавалерийской службы. С началом Крымской войны в 1854 году был послан Николаем I вместе с его братом Михаилом в действующую армию. 23 октября прибыл под Севастополь накануне Инкерманского сражения, где принял участие. За отличие в этом сражении получил орден Святого Георгия IV степени. С января 1855 года руководил всеми инженерными работами, укреплениями и батареями на северной стороне Севастополя на участке от Константиновской батареи до Микензиевых гор. По окончании Крымской войны, привязавшись к полуострову, приобрел для проживания приморское поместье Гаспро. С 1855 года состоял членом Государственного совета. С 1856 года командовал дивизией гвардейской кавалерией. С 1859 года командир гвардейского резервного кавалерийского корпуса. С 1861 года командир отдельного гвардейского корпуса назначен главнокомандующим войсками гвардии Петербургского военного округа 30 августа 1867 года. Во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов был главнокомандующим действующей армии на Балканах. В июне 1877 года находился на рекогностировке и у Зимницы. В июле переправился через Дуна и у Зимницы на Систова. В сентябре 1877 года участвовал в рекогностировке укреплений Плевны и руководил ее последним штурмом 28 ноября 1877 года. Подписал 19 января 1878 года от России в Андреа Наполе предварительные условия мира и заключил перемирие. По окончании войны 16 апреля 1878 года был пожалован званием генерал-фельдмаршал и уволен по болезни от должности главнокомандующего действующей армии. С 1880 года тяжело болел. У него была обнаружена злокачественная опухоль десны, вероятно, давшая метастазы в головной мозг и повлиявшая на психическое здоровье князя. И ранее склонный к эксцентричному поведению, Николай Николаевич вел расточительный образ жизни и был вынужден заложить Николаевский дворец. Новый император Александр III обвинил дядю в растрате государственных средств и в 1882 году наложил арест на его имущество. Его болезнь обострилась после смерти его возлюбленной в 1889 году. Великий князь испытывал сексуальное влечение ко всем окружающим женщинам. После ряда инцидентов стало очевидно, что он не в состоянии контролировать собственное поведение. Последние годы находился под домашним наблюдением и не появлялся на публике. Умер 13 апреля 1891 года в Алубке, откуда его тело было перевезено для захоронения в столичный Петропавловский собор. Александр III написал своему сыну Николаю, «Еле успели мы похоронить бедную тетю Ольгу, как опять новая кончина бедного дяди Низи в Алубке. Но эта смерть скорее была желательна. В таком страшно печальном положении находился он все последнее время почти в полном идиотизме. И для всех окружающих его это была чистая каторга и тяжелое испытание. Я все еще не могу забыть, в каком грустном состоянии мы его оставили при прощании в августе в Ровно, а потом оно шло все хуже и хуже. И в Алубке он уже не жил, а прозябал результаты греческого плебисцита. В 1862 году, после свержения в Греции в результате восстания правящего короля Тона I, греки провели в конце года плебисцит по выбору нового монарха. Бюллетеней с кандидатами не было, поэтому любой подданный Греции мог предложить свою кандидатуру или вид правления в стране. Результаты были обнародованы в феврале 1863 года. Среди тех, кого вписали греки, был и Николай Николаевич. Он занял четвертое место и набрал менее 1% голосов. Правда следует признать, что представители российского, британского и французского царствующих домов не могли занимать греческий трон. Согласно Лондонской конференции 1832 года, предки, семья и потомство, в юности, судя по дневниковым записям, был влюблен в Марию Анну Пруску, но брак не состоялся по причине близкого родства. Был увлечен старшей дочерью Пушкина Марии Александровной. В 1856 году в Петербурге женился на Александре Фредерике Вильгельмине, старшей дочери герцога Альденбургского Константина Фридриха Петра, дети. Николай Петр, как писал граф Сергей Дмитриевич Шереметьев. Великий князь был человек добрейшей души, благородных стремлений, но слабого характера. Он был достоин лучшей участи, он был достоин большего к нему внимания, большей заботливости, большей сердечной теплоты. Но всего этого не могла дать ему Александра Петровна. С ним она была резко и насмешливо, отталкивала его резко, холодно и непозволительно. По прошествии десяти лет брак де-факто распался, Николай Николаевич публично обвинил свою жену в супружеской неверности с настоятелем их дворцовой, церкви и духовником Великой Княгинии, протеереем Василием Лебедевым. Николай Николаевич изгнал Александру Петровну из Николаевского дворца, отняв драгоценности, в том числе и собственные подарки. Император Александр II стал на сторону великого князя, взяв, однако, все расходы по содержанию изгнанной невестки на свой счет. В Петербург она больше не вернулась и окончила свои дни в основанном ею Киевском Покровском монастыре, вне брака. После разрыва законной женой Николай Николаевич создал фактическую семью с балериной театра в Красном селе Екатериной Гавриловной-Числовой. Последняя родила от него пятерых детей, которым вместе с матерью в 1883 году были высочайшие пожалованные фамилии Николаевы и право дворянства. Ольга – жена князя Михаила Михайловича Канта Кузина, генерал-лейтенанта. Владимир после революции жил в Париже. Имел пятерых детей от четырех браков, чьи потомки живут во Франции, Квебеке и Финляндии. Из них только дочь Галина осталась в Советской России, с мужем полковником Александром Николаевичем Готовским, который был расстрелян в 1937 году. У супругов было три сына Ростислава Сергея, Георгия и потомки старшего из них живут в Москве. Екатерина после революции жила в Белграде, состояла в браках с Николаем Корево и Иваном Персиани. Николай имел двух дочерей в браке с Ольгой Дмитриевной Заботкиной, которая, овдовев, стала женой его брата Владимира, Галина. Письме императору Александру Третьему от 14 мая 1884 года убер прокурорка П. Победоносцев докладывала о настоятельных просьбах великого князя разрешить дворянке Николаевой иметь домовую церковь. А ввиду того, что она не может бывать в приходских церквах, мнение Победоносцева в отношении ходатайств было скептическим. Почетные звания и награды. Почетный член Николаевской академии Генерального штаба, Императорской академии наук Императорского русского географического общества, Михайловской артиллерийской академии, Медико-хирургической академии, Петербургского университета, Пармской академии наук. Памятники. Бронзовая конная статуя великого князя на высоком художественном постаменте была торжественно открыта 12 января 1914 года на Манежной площади в Петрограде. Конная фигура была отлита по модели итальянского скульптора Петра Каноники. Памятник был демонтирован в 1918 году. Памятник бюст великому князю в настоящее время находится в болгарском городе Плевен, рядом с домом-музеем царя-освободителя Александра II. Продолжение следует...